Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рит, прием. Я в коридоре. Как слышишь? Слышу хорошо. Я тоже на позиции. Девушки отдыхают Я под водой. Хорошо. Ищи путь на ту сторону. Я пока похожу вокруг отеля, разведаю обстановку. Скорее всего, Хансен приказал залить эти туннели. Не хватало людей стеречь все проходы в здание. Нашел брешь в периметре. Скоро буду внутри. Конец связи. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Я просчитал маршрут, по которому ходят патрули и понял, как пробраться между ними. Слышу. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, я прошел через блокпост. Подхожу к воротам склада. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да где же ты, Рид? Я же говорил, брать только самое нужное. А как мне это доставлять? Как-нибудь по-другому. Это вход для Витгостей. Было что-нибудь интересное в доставке? А куда мне тогда? Почему ты у меня от этого ясняешь? А, вот ты где? В Доктаун по моему личному приглашению прибыли важные гости. Не мешайте им. Как обстановка? Вижу ворота и двух охранников. Не думай об охране. Просто открой ворота. Конец связи. Всем жителям... Добро пожаловать. В Доктаун проникли вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты НСШ уже среди вас. Смотрите в оба. Я поеду наверх. У меня есть доступ к лифту. Подтягивайся, я тебя там встречу. Принято. Здесь явно кто-то есть. Где эти лохи? Смотри, тут кто-то ошивался. Кажется, у нас гости. На нас напали. Будь на чеку. Мы в волчьем логове. Боишься его? Хансона? Этот человек неоднократно посылал на три буквы и Новые Штаты. И Найт-Сити. Его давно должны были прикончить. А он живет и правит целым районом. Ага. Значит, боишься. Хансон может делать здесь, что захочет. Это факт, который нужно признать. Никто не говорит, что его надо бояться. Найди место, с которого меня видно. Нейтрализуй всех, кто может представлять угрозу. Веди себя тихо. Я сняла снайпера и заняла его позицию. Отсюда хороший обзор. Все как на ладони. Прикрывай меня. Оттуда это будет делать проще. Обнаружен новый пользователь. Идет настройка. Ведение огня невозможно. Я на позиции. Ты меня видишь? Вижу. Что делаем? По возможности надо сделать все тихо. Если заметишь на моем пути охранников, сразу сообщай. Ясно, босс. Если что, у винтовки есть глушитель. Надо бы... Сразу за углом будет мина. Понял тебя. Я мог и не заметить. Вижу контейнеры. Могу пройти по ним на твою сторону. Да, тоже увидел. Сейчас сделаю тебе мост. Тут рядом служебный лифт. Попался пацан в полонжи. Поедем на нем вместе. Только сначала надо туда добраться. Прикрой меня. Настройка завершена. Включен режим ведения огня. Если что, коридор заминирован. В остальном все чисто. Понял. Выдвигаюсь. Направляюсь к мосту. Опускаю мост. Можешь идти. Для профессионалов мы подняли слишком много шума, но отступать некуда. За мной. К лифту. Пора наряжаться. Наведи красоту и попробуй изобразить правдоподобную улыбку. Гости ждут? Надо отдать должное Хансену, Ви. Таких оживленных и пафосных тусовок я на своем веку не припомню. Присоединяйся к веселью побыстрее, а то я уже успел забыть вкус настоящего шампанского. Повторите, где именно на этаже. Сколько раненых и убитых? Черт. Так точно, сэр. Подтверждаю. Четвертый и седьмой сменят ваших людей. Конец связи. Если понадоблюсь, я буду у стойки. Добро пожаловать. Не желаете ли шампанское? Комиссар полиции, политики, дипломаты, звезды, главы корпораций, мафиози. Так это все Хансен. Если он начнет срать икрой и трюфелями, они... Что теперь? Если б я знал. Она не уточнила, зачем нам сюда. Может, выйдет на связь или оставит для нас что-нибудь. Ты-то что собираешься делать? Я думала, ты уже все для нас распланировал. Ага, конечно. Видишь, и справа от меня, в дальней ложе за лестницей, человек в камуфляже, как будто только что пришел с полигона. Это владелец черного сапфира и всего доктауна. Курт Хансен. Проводит вечер в компании комиссара полиции Найт-Сити. Если послушать его речи, так он ненавидит органы правопорядка, но это все мишура. За закрытыми дверями ничто не мешает ему брататься с офицерами. Не подходи к нему и тем более с ним не спорь. Старайся быть на виду. Если Сойка собралась нас искать, ей так будет проще. Я закажу что-нибудь и осмотрюсь. Остаемся на связи. Выглядишь удивленной. Это из-за стрижки? Тебе очень идет это платье. Спасибо. Видимо, ты не ожидала, что я так оденусь. Я рада, что ты пришла. Не знаю, что бы я делала, если бы у тебя не получилось. Если я правильно помню, ты не предлагала мне выбор. Просто сказала прийти сюда и пропала. Насчет вашего знакомого. Нет, Реннера, который помог тебе подключиться? Я убила его, да? Не ты его убила, а Черный Заслон. Повезло, что он не обнулил и тебя тоже. Мне не хватило времени, чтобы все объяснить. Сол, я сделала столько ошибок. Ничего страшного, Соми. Не переживай. Это мы во всем виноваты. Вы? Я знаю, чего от тебя требовали Майерс и ее клика. Они давили на тебя, а я не мог им помешать. Слушайте, давайте обсудим все это как-нибудь потом. Точно. Сейчас нам надо вытащить тебя отсюда. Я не могу уйти. Можешь, не бойся. Уйдем так же, как и пришли. Не в этом дело. Я умираю. Сол. Так же, как Ви. А у Хансона есть лекарства. Если мы сбежим, то умрем. Ее убивает биочип, а меня черный заслон. Я не могу отступиться. Судя по тону, у тебя уже есть план. Есть. Но без вас я не смогу воплотить его в жизнь. Хансон нашел в бункере под Доктауном программу, которая может спасти и меня, и Ви. Чтобы украсть ее у Хансона, мне надо держаться рядом с ним и изображать пленницу. Соми, как же так? Главное дождаться нужного момента. Я останусь здесь и свяжусь с вами, когда получу программу, и буду готова отсюда сваливать. Любишь же ты усложнять. Соми, представишь меня своим друзьям? Редко случается, чтобы я не знал гостей, приглашенных на мою же вечеринку. А память на лица у меня хорошая. Курт Хансон. Я вы, просто вы. Мы с Соми давно не виделись. Обсуждаем, у кого что. Ах, для меня встречаться со старыми друзьями – это как собирать осколки разбитого сердца. Или выбитые зубы. Всегда больно. Я вынужден похитить тебя, дорогая. Пара политиков из Найт-Сити жаждет с тобой познакомиться. Чтобы держать голодных крыс подальше от Доктауна, приходится иногда бросать им какие-то крохи. Я в твоем распоряжении, Курт. До скорой встречи, Ви. Ух, круто заработало. Подключение восстановилось, когда я тебя коснулась. Надо же. Мне надо переварить все это. И выпить. Я буду внизу. Я все придумала. Тебе надо только меня выслушать. Что происходит? С каких это пор пленные разгуливают в вечерних платьях по банкетным залам? Да еще и так мило общаются с тюремщиком. Это игра, Ви. Я пытаюсь выжить и добиться своего. Поэтому мне нужно притвориться, что я теперь принадлежу Хансену. Ви, я не все могу все объяснить прямо сейчас, но мне очень нужна твоя помощь. Я думаю только о том, как достать нам лекарства. Других целей у меня нет. Ладно, что за история с лекарством? Нам нужна нейроматрица. Тюрьма для искинов из черного заслона. Матрица хранится на сервере, который Хансен достал из бункера. Проблема в том, что сервер защищен, и у Хансена нет ключа. Рассказывай про свой план. План Хансена завязан на меня и двух бывших разработчиков этой матрицы. У них остались коды доступа, которые они готовы продать. Черный рынок, как он есть. Эти ребята дают мне доступ, а я забираю матрицу и прочие данные из главного сервера. Мне нужно работать с ними. Нам это на руку. На вас украсть коды доступа и обезвредить нейтранеров. Так вы сможете выдать себя за них, чтобы встретиться с Хансеном и со мной. Мы уведем матрицу прямо у него из-под носа. Ладно, я поняла. Где нам искать этих нейтранеров? Они здесь, внизу. Рыжие близнецы. Просканируй их, как подойдешь. Это понятно. Что еще? Я оставила для вас разведанные в бокале шампанского. Передай их Риду. Они вам пригодятся. Мне правда пора, Ви. Надеюсь, ты справишься. Сойка. Ну, хорошо. Вау, это потрясающе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вижу, твой спецагент выдал себе спецзадание утопить горе на дне стакана. Я поговорила с Сойкой через биочип. Мы с ней снова на связи. Все нормально, Рид? Да. Просто надо немного подумать. Со мной всегда так. Если что-то случается, я ухожу в себя. Что-нибудь надумал? Угу. Теперь мы знаем, кто совершил покушение на Майерс. Хансен. Да, но не сам. Не знаю, как ты. А я считаю, что случайность – это последствия событий, о которых мы не знаем. Хм. Каких еще событий? Самолет разбился именно в том районе, где правит человек, который нашел в секретном бункере какую-то непонятную программу. Так. Мы с самого начала подозревали, что в наших рядах завелся предатель. Теперь можно утверждать, что за крушением шаттла стояла Сойка. И тебе хватило одного бокала, чтобы это понять. Для меня эта мозаика начала складываться уже там, на балконе, когда Сойка сказала, что умирает. Скорее всего, она договорилась с Хансеном заранее, еще до вылета. Обменяла жизнь президента на доступ к программе. Если все так, значит, Сойка совершила госизмену. Я не судья, и не мне оценивать, что она совершила. Думаю, Сойка работала на два фронта. Одновременно говорила с Хансеном и с тобой. Сначала договорилась с ним, потом нашла тебя. Связалась с тобой через биочип и попросила спасти президента, чтобы получить индульгенцию. Ты нуждалась в лекарстве, а значит, помогла бы, даже если бы план не сработал. Так и вышло. Так и вышло. Мы прибежали ей на помощь. Сойка всегда умела планировать на несколько ходов вперед. А вот подстраиваться под ситуацию так и не научилась. В шахматах она была бы известна своими блестящими комбинациями и умопомрачительными поражениями. Я думаю, она все-таки сдержит слово. Если уж мне пообещали лекарство, я его получу так или иначе. Остальное уже не так важно. Не соглашусь. Осторожность в таких делах не помешает. Но я хорошо знаю Соми. Что бы она ни делала, ей важно быть честной. Погоди. Ты только что назвал предательницей свою любимую ученицу, которую хотел спасти. Что это значит? Что ты теперь будешь делать? Не торопись, Ви. У предательства всегда две стороны. Меня тоже пытались убить. Что, если всех нас предали? Теперь нам надо вытащить ее из этой отвратительной ситуации, а уже после решать, что делать дальше. Без проблем, но лучше пока смотреть за каждым ее шагом. Само собой. Больше никакого безграничного доверия. Ладно, оставим рассуждение на потом. Она тебе сказала, как ей помочь. Чтобы получить программу, которая нам с ней нужна, придется встретиться с Хансеном, но потребуется подготовка. Мы должны прийти на встречу, как пара нитранеров. До этого надо украсть их личность, чтобы это не значило. Оттиски личности? То есть работаем, как в Колумбии? Что это за люди и где их найти? Сойка оставила мне щепку. Посмотри. Наша цель – рыжие близнецы, брат и сестра. Они где-то тут, среди гостей. Надо узнать о них больше, взять пробы эмоций. Нам с тобой предстоит их разговорить и просканировать. Вроде несложно. Ну так что, за работу? Вот они. Кажется, хотят сыграть в рулетку. Алекс, ты на связи? Так точно. Готовлю программы. Это твое первое задание, поэтому я буду тебе помогать. Ты сканируешь одного, я другого. Алекс нас ведет. Ви, я поделилась с тобой нашим оперативным бюджетом. Купи фишек и сыграй с ними. Только не всади все на первом кону. Подходим поодиночке. Ты меня не знаешь. Ну, за работу. Кстати, с рулеткой нам повезло. Игра располагает человека к эмоциям к радости при победе и отчаянию при проигрыше. Нам это и нужно. Приветствую, мадам. Хочу купить фишек. Пожалуйста. Желаю удачной игры. Теперь главное. Ты пришла не отдыхать. Ставь только на черное или красное. Про три и пять чисел даже не думай. Поняла. Делайте ваши ставки. Принимаете ставки? Разумеется. Пусть будет красное. Расслабься, возьми им выпить. Пошути. Я присоединюсь через минуту. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Даже не представишься? Ви, а ты? Аврора Кассель. А этот Бука – мой брат Эмерик. Что вы пьете? Я угощаю. Тогда бурбон для леди и натуральную воду для джентльмена. А для вас? То же, что для нее. Бурбон? Хорошо. Сейчас принесу ваши напитки. Один. Нечетное. Красное. Делайте ваши ставки. Красное. Давай, давай. Ви, я не могу связаться с Ридом. Без понятия, где он. Тяни время. Я сейчас подумала. На твоей совести наверняка не меньше грехов, чем у всех, кого мы видим в этом зале. Или ты просто туристка. Неудачница, которая живет только тем, что происходит у других. Она тебя провоцирует. Точно. Я неудачница, туристка. Называй, как хочешь. Ммм, я тебе не верю. Двадцать пять. Нечетное, красное. Не повезло. Нахер все это. Делайте ваши ставки. Не могу отделаться от чувства, что я вам помешала, когда подошла. Можешь не переживать по этому поводу. Ну что ты? Ви просто проявляет любезность. Ви, ты же не подслушивала нас? Двадцать три. Нечетное, красное. Рид не отвечает. У меня дурное предчувствие, Ви. Делайте ваши ставки. Нет, конечно, просто хотела отдать дань вежливости. Перестань, пожалуйста, дорогая. Ты меня утомляешь. Мы знаем, что ты подслушивала. Нас просто невозможно обойти стороной. Короче, мы не можем вечно ждать Рида. Тебе надо просканировать их самой. Мы обсуждали местную политику, в частности, хозяина вечера, Курта Хансена. Он продает большие пушки за большие деньги, а дружит со звездами, политиками, даже с главой полиции. Вот я и спрашиваю, не проще ли Хансену вести бизнес на законных основаниях? I claim you would. Mon cher frere disegrees. 36. Четное красное. Видимо, сегодня не мой день. Делайте ваши ставки. Сканируй их. Иначе зачем ты там? Конечно, ключевой вопрос. Кто такой Курт Хансен? Ни хрена себе, любишь играть в психоанализ? Я просто стараюсь поддержать беседу. Винни злы ее! Я спрашиваю, что ты о нем думаешь? Они любили ли его родители? Он просто милитарист с огромным эго. Это видно по всему Доктаун. Такого дешевого психоанализа я давно не видела. Ты спросила, я ответила. Спасибо за бурбон, Ви. Шесть. Четное черное. Делайте ваши ставки. Могло быть и лучше, но мы уже близки к цели. Теперь нужно настоящее переживание. Расстрой их или рассмеши, не знаю. Давайте поставим на кон все, что мы выиграли сегодня. Только на разные цвета. Или ты выиграешь, или мы. Кто-то потеряет все. Совершенно верно. Постой. Ты подходишь, чем-то угощаешь, забалтываешь нас? А теперь хочешь играть на все? Выглядит странно. Думаю, тебе пора бы рассказать нам о себе. Я Ви, наемница из посмертия. Выводы делай сам. Ну что, доволен? Выбирай цвет. Я поставлю на красное. Тогда мы на черное. Давай-давай-давай-давай-давай. Семь. Нечетное. Красное. Оставьте нас ненадолго, пожалуйста. Мои поздравления. Я знаю, что твой друг Рид из ФРУ. Логично предположить, что ты тоже агент. Как я полагаю, вы двое ответственны за то, что президент спаслась и выбралась из Доктауна. Стоило бы отправить вас в Найт-Сити по кусочкам в пластиковых мешках. А ты умный. Быстро нас раскусил. Честно говоря, мне просто надоел цирк в новостях. Беспочвенные обвинения и поток оголтелой пропаганды. К счастью, сегодня все это закончится. Ты же рад, что мы спасли Майерс после твоего неудачного покушения, правильно? Кого ты пытаешься обмануть? Я разрешаю тебе и Риду покинуть отель. Никто не будет вам препятствовать. Считайте это моим жестом доброй воли. Ваша птичка сама ко мне прилетела. Ей надоело нарушать международное право по прихоти президента. Настолько, что она сбежала. Ломать черный заслон. Вредить сети и всему человечеству ради выгоды одного человека. Интересно, что скажет сетевой дозор? Передай это президенту Майерс. И скажи, что ее игрушка массового поражения теперь моя гостья. Пусть госпожа президент соизволит пойти на хер из моей песочницы. Или об ее играх узнают все. Мне пора идти. Мистера Рида ты найдешь внизу. Все, Ви. Мы собрали, что нужно. Так, что мне теперь делать? Валить оттуда побыстрее? Этот мудозвон сказал, что я найду Рида внизу. Ну да. Тон у него был не самый приятный. Желаю прекрасного вечера. Что-то случилось? Пока проверяем. Ты не замечал ничего подобного? Я вот думаю о том, что сказал Хансен. Сойка – это живая атомная бомба, которая попала в арсенал Хансена. И он может привести ее в действие, когда захочет. Слушай, Ви. Надо ее оттуда вытаскивать. Ради всеобщего блага. У полковника есть компромат на Майерс. Вряд ли ей что-то грозит. Но если общественность узнает, что президент нарушила международное право в области киберпространства… Майерс придется или публично раскаяться и угробить свою карьеру… Или восстать против всего мира и начать новую войну? Сука. Ох, хоть бы раз у нас что-нибудь получилось, как запланировано. Мне кажется, мы в глубокой жопе. Вам с другом лучше пиздавать отсюда прямо сейчас. Выход прямо по курсу. Я вас выведу. Идем, Ви. Не будем за… Да иду я, иду, блин. Ви, с тобой все в порядке? Алекс сказала, что ты сама просканировала нитранеров. Хансен приходил поболтать. Вернее, поугрожать мне. Сказал, если Майерс не сдастся, весь мир узнает про Сойку и взлом Черного Заслона. То есть он понимает, что значит Сойка для президента? Оружие массового поражения. Да, он в курсе. Нам надо срочно вытаскивать ее оттуда, Рид. Этого я и опасался. Ладно, слушай. Мы с Алекс посмотрим, какие данные нам оставила Сойка. Это займет день-два. Отлично. Я тогда буду на связи. Хорошо. Мы позвоним, как только составим план действий. И еще Ви. Отличная работа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...